Друзья, всем привет! Сегодня появился видеоролик на ютубе и в других источниках. Я лично в твиттере его увидел. В общем, там мужик заправляется в Казахстане, ну, видимо, из России, да, заправляется в Казахстане и удивлен ценами на бензин. То есть он перевел сколько там тенге и сколько это в рублях. В общем, оказался там наш бензин, да, то есть Россия, получается, поставляет бензин Казахстану. И, соответственно, бензин там стоит дешевле, ну, по-моему, на 10 рублей, может, даже больше. Вот, сейчас мы посмотрим, реально ли это. Вот, посмотрим. Ошибка. Твою мая. Друзья, такая тема, что не работает, в общем, голосовой поиск, когда идет запись с экрана. Вот, потому что доступ микрофон хочет и та, и другая программа. Ну, сейчас посмотрим. Так, я, в общем, вбил, сколько стоит. Потом дальше будет тот исходный видеоролик. Вот здесь где-то у нас есть это. Сейчас мы посмотрим. Стоимость одного литра бензина. Вот она. От 92 достигала 26 рублей 41 копейку, что в национальной валюте 151 тенге. Да, это в 2019 году вот здесь написано. Ну, в общем, да, и вот, в общем, цены, да, таблица средней стоимости по стране. Вот, то есть, можно как бы убедиться, да, что цены, в принципе, наверное, похожи, какие пока порядок цен, такой же, как в ролике. Вот, значит, 26 рублей за 92. У нас он стоит, вот я заправляю, самое дешевое, в районе 40 рублей. Мы посмотрим на другом сайте, может быть, это какой-то неправильный сайт. Вот на сайте знака россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан. В общем-то, даже мужик говорит про это, бензин. Шесть часов назад, кстати, пост об этом. Ну, да, я чувствую, будет, как бы, да, то есть, эта тема не осталась в стране, да. Вот, жители России ездят в Казахстан, чтобы заправлять свои автомобили в соседнем государстве. Топливо стоит почти в два раза дешевле. Об этом рассказал один из автомобильцев на видео, которое сегодня опубликовал телеграм-канал Усы Пескова. Да, вот, 15 километров до Оренбургской области. Мужики ездят заправляться. Практически на границе с Россией мужик находится. Происхождение реализуемого бензина не стали комментировать. Вместе с тем, аналогичные низкие цены на бензин можно увидеть на казахстанских АЗС российской компании «Газпромнефть». Вот, а у нас он на «Газпромнефть» подорожал, 42 рубля, по-моему, сейчас стоит. У нас. У них 28 рублей. Ну так вот, в общем, интересно. Виктор Монт, 22 июня, 112, 741.58. Ну, наши цены, как так же. Они сейчас уже везде, уже сейчас бессмысленно где-то, по-моему, особо и нет таких, где-то низких цен. Я вот не так давно ездил в Кострому, и вот сейчас опять поеду, и там, в общем-то, цены такие, что... Ну и да, тут интересная картиночка такая, что стоимость входит в литр бензина. Ну, может быть, у них, конечно, вот НДПИ у них, да, у нас, вернее, да, у нас есть, да, 30% аж. То есть, существенная часть, да, в стоимость входит. Может быть, у них нету каких-то налогов диких и надбавок, поэтому как бы определяется цена. Честно говоря, не знаю. Может быть, здесь что-то напишут. Ну, ничего не написали вроде бы. Ну да, львиную долю с чека ВЗС в России забирается в бюджет. Второй момент. Российская нефтяная отрасль сплошная суверенная вертикальная интегрированная. У Казаха нет этой монополизации. Ну, мне-то от этого не легче. На рынке свободно работают иностранцы. Ну, я-то как бы не против, пожалуйста. Ну, просто мне нужна низкая цена на бензин, вообще экономики нужна низкая цена на бензин. Тогда будет все развиваться. А так, ну, в общем-то, ничего хорошего. Ну, да, в общем, так вот. Единственное, да, тут, конечно, все вот это вот, видимо, надбавки вот этих в стоимость, которые входят. Налоги. Причем мы еще транспортный налог платим, да, то есть он не входит в стоимость бензина. Ну, там какие-то дикие надбавки, получается, они пол стоимости литра забирают, а может даже больше, вот если, судя по этой картинке. Акциз, да, тут еще больше, больше, больше половины. Цены 60, да, 63,9%, а будет, а уже стало с 1 января 71,27%. То есть, так вот, верной дорогой идем, товарищи. В общем, так. Дальше будет видеоролик. Спасибо за просмотр. Вот, ребята, смотрите, заправил 75 литров на 10 тысяч тенге. Это мы в Казахстане находимся. Бензин у нас стоит, смотрите, 145 тенге за литр. Газ стоит 50 тенге за литр. Значит, я сейчас заплатил за 75 литров 1900 рублей. Смотрите, это 15 километров от Оренбургской области. И причем самый большой прикол в том, что бензин это российский, и газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. Сейчас я подойду, спрошу, почем газ на российские рубли. Слушай, а газ почем на российские рубли получается? 10? А бензин 20, 26,50. Спасибо большое. Всего доброго. Ребята, вы слышали? Это просто обалдеть. Это просто беспредел, что с нами творят в России. Всем пока. Продолжение следует...